Очень многие критикуют вторую часть Plants vs Zombies за то, что она стала донатной помойкой, и года так три назад оно возможно так и было, так как из пинет убрали кристаллы и скины, а все новые растения были платными. Но в последнее время ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, и теперь почти все новые растения можно получить за семена, которые легко выбить на арене, погоне пенни или просто проходя квесты, не вкладывая ни копейки. Подобавок, многие растения, которые раньше были платными, сейчас таковыми не являются. Вас приветствуем! В этом видео мы начнем разбирать лучшие растения за семена в Plants vs Zombies 2. Кстати, в игре их довольно много. Выпусков на эту тему будет около пяти. Заваривай чаек, усаживайся поудобнее, прожимай стандартный набор кнопок, и мы начинаем. Десятое место занимает Алоэ. Алоэ это растение-целитель, и вроде как единственное. Алоэ время от времени будет сбрасывать каплю своего сока на растение перед собой, восстанавливая его здоровье. Лечение начнется, когда уровень здоровья растения опустится ниже половины. Одна капля восстанавливает 500 единиц здоровья, независимо от типа растения. После сброса одной капли растению понадобится 10 секунд отдыха, чтобы оно снова могло исцелять. При получении удобрения Алоэ мгновенно исцеляет все растения в радиусе 3 на 3 плитки перед собой до полного здоровья, а начиная с четвертого уровня даже выше обычного здоровья. При усилении укрепительной мяты Алоэ получит дополнительные 900 единиц здоровья. Время отдыха после исцеления будет уменьшено до 6 секунд. В то же время само лечение станет сильнее на 800 единиц за каплю. Скажем прямо, растение при стоимости в 75 солнцем медленном откате в 20 секунд абсолютно бесполезно, так как базовые зомби сносят 500 урона за пару секунд, и даже самый дорогой орех будет выгоднее исцелить посадкой другого сверху или вообще высадить новый. Но раз уж мы затронули тему исцеления, то лучше взять вечный орех, который стоит столько же, только откатывается на 5 секунд быстрее, сам является орехом и может сам себя исцелить. Чтобы от этого растения была польза в полевых условиях, оно должно быть либо бесплатно в плане высадки, либо его отхил должен быть в 3 раза быстрее. Девятое место занимает солнечный помидор. Это растение мгновенного использования. Это такая флешка от мира растений. При посадке он оглашает зомби в области 3 на 3 плитки на 8 секунд и выбивает из каждого оглашенного зомби по 50 сон. При повышении растения до 3 уровня, оглашенные зомби будут получать по 100 урона сверху. Из-за его медленной перезарядки его нельзя использовать как основной источник солнца. А в плане сдерживающей способности, он примерно равен бесплатной георгине. В то же время его выгодно использовать на толпу зомби, так как потратив 100 сонс, можно забрать уже несколько сотен. Хотя если к этому времени у вас уже есть выстроенная база производящих растений, его доходность выделяться не будет. Восьмое место занимает горячий финик. Работает аналогично батату и противоположное чесноку. Когда зомби, идущие на дорожку выше или ниже, подойдут к столбику горячего финика, они перескочат на его дорожку. А после уничтожения он взрывается, аналогично острому перцу, нанося массивный урон всем зомби на дорожке. При получении удобрения, горячий финик восстановит потерянное здоровье и увеличит дальность притягивания к себе зомби до 4 на 3 плитки. А также приманивает зомби, находящихся на одну плитку сзади, которые поворачиваются, идут назад и начинают его поедать. При усилении перцовой мяты урон от взрыва горячего финика увеличится на 1800. Для растения, который в реальной жизни имеет довольно мягкие плоды, он довольно крепкий. 2000 здоровья. Это позволит ему скопить зомби сразу с трех дорожек в одном месте и одним махом положить всех. Кулдаун 25 секунд. Седьмое место занимает звезда фрукт. Знаем мы о нем еще с первой части. Он атакует, выпуская звезды в пяти разных направлениях, всякий раз, когда зомби оказывается на линии огня. Вот в этих направлениях каждая звезда по мощи равна горошине, наносит 20 урона. Если зомби находится прямо перед ним, то будет получать урон сразу от нескольких снарядов. При получении удобрения, звезда фрукт выстрелит с 10 гигантскими звездами в пяти направлениях, каждый из которых нанесет 80 урона врагу или препятствию. При усилении умиротворяющей мяты, каждая звезда будет наносить дополнительно в 175 урона. Чисто технически растение более чем неплохое, так как при стоимости одного растения в 150 солнц, ряд таких по эффективности будет превосходить ряд 3 стрелок, при цене в 300 солнц за растение. Тем более, что первые в силу своей механики не так сильно зависят от расположения зомби, чем их зеленые товарищи, а также могут худо-бедно обороняться от зомби атакующих сзади. Жалко, что во вторую часть не завезли мини игры по сбору звезды. Шестое место занимает гранатовая бомба. Гранатовая бомба это премиум вариации вишневой бомбы, которая раньше была за деньги, но сейчас за семена. При посадке взрывается точно так же как вишневая бомба, нанося массивный урон окружающим зомби, но вдобавок оставляет на газоне 9 кучек осколочных семян граната, покрывая все место взрыва. Кучка взрывается, когда на нее наступает зомби, нанося по 200 урона. И в отличии от той же лавы, на нее можно посадить другие растения, а также их можно выкопать. Но солнышек они разумеется не возместят, поскольку сами семена ничего не стоят. Пятое место занимает цветущее сердце. Цветущее сердце стреляет семенами со стартом урона в 40. Из каждой атакы будет увеличиваться на 20, но не более 300 единиц за удар. Однако усиление урона действует только на одном зомби. И на другом зомби разгон надо будет начинать заново. При получении удобрения раздаст большие валентинги всем зомби на газоне, нанося по 200 урона каждому и увеличивая урона 40 единиц за каждую последующую атаку по одному тому же зомби. При усилении ядовитой мяты, цветущее сердце получит дополнительно 120 урона к своим атакам. Как по мне, это очень мощное растение с простой механикой. Четвертое место занимает горящий пень. Горящий пень поджигает обычный горошек, удваивая его урон. Однако замороженная горошина, выпущенная снежным горохом, оттаивает, превращаясь в обычный. При получении удобрения урон горящего пня становится синим, который трансформирует горошину в плазму, наносящую втрое больше урона. На время действия удобрения пень будет неуязвимым, однако эффект будет длиться до тех пор, пока пень не будет уничтожен или удален. Также выделение тепла для обогрева у частицов 4 раза. Если в первой части растение было абсолютно беззащитным, то во второй оно стало гораздо сильнее. Зомби, подошедшие в упор, будут получать по 10 урона. Да и стойкостью у него будет здоров. Два косаря прочности. Бонусом к этому он также получил навык взрываться, аналогично острому перцу, покрывая всю дорожку пламенем при потере всего здоровья, нанося 450 урона всем, кто был на ней. Его стоимость 175 солнц, что для растения поддержки довольно много, поэтому его лучше брать на сложный уровень, где в построении сложной обороны будет смысл. Третье место занимает одуванчик. Одуванчик атакует всю дорожку, на которой он находится. Помимо своей дорожки, одуванчик также атакует соседние. Выпускаем медленно движущиеся взрывные семена. По одной на каждую дорожку за раз. Семена наносят урон любому врагу, находящемуся на той плитке, где произошло столкновение. Кроме того, если использовать вздуватель или капусту пропеллер, то на каждую из дорожек одуванчик выпустит по 12 бомб, каждая из которых нанесет 25 урона. Такой же эффект можно получить от сквознецисса, но только один раз после посадки. Я не советую делать так часто, потому что лысый одуванчик по понятным причинам атаковать не может. Ему потребуется подзарядка в течение 10 секунд, чтобы снова начать атаку. При получении удобрения одуванчик выпускает в воздух 10 больших семян, которые медленно падают на случайных зомби и взрываются, наносят 250 урона всем врагам в области одной плитки на месте приземления. При этом, если одуванчик потерял все свои семена после сдувания, то они немедленно отрастают. При усилении успокоительной мятой семена одуванчика будут наносить на 200 урона больше. Урон от осколков взрыва останется прежним, независимо от того, будет ли он усилен удобрением. Одно семечко наносит 50 урона, но при этом сам одуванчик стоит 275 солнц, что тоже немало. Однако умение поражать сразу 3 дорожки позволит обойтись всего двумя штуками, чтобы обороняться от небольших волн зомби. Второе место занимает взрывной орех. Взрывной орех это заминированная версия стены ореха. Из 4 косрей здоровья обычного ореха имеет только 3, но после полной потери прочности он взрывается, нанося массивный урон в области 3х3 плитки. Этакая запечатанная вишневая бомба. При получении удобрения взрывной орех оденется в броню, которая даст ему больше прочности, а также дополнительный взрыв, когда броня сломается. Создавая это растение, разработчики явно перегнулись его имбовостью, потому что его отказ составляет всего лишь 10 секунд. Вишневая бомба, к слову, заряжается в 3,5 раза медленнее. Главная задача этого ореха такая же, как и у горячего финика. Скопить зомби в одном месте, чтобы потом положить всех одним махом. Несмотря на свою немаленькую мощь, стоит он ровно столько же, сколько и обычный орех 50 солнц. Первое место занимает теневой горохострел. Атакует стреляя фиолетовым горохом, наносящим 30 урона, что уже в полтора больше, чем у обычного горохострела. Когда зомби оказывается близко, он переходит в состояние портала. Если зомби на него наступает, то горохострел втягивает его под землю, мгновенно убивая, работая как мрачная примула. На первом уровне может затянуть всего двух зомби, после чего пропадает. Не может затянуть гаргантюа. Под эффектом лунного света вместо горошин он начинает стрелять фиолетовым пронзающим лучом, как лазерная фасолина, которая наносит 70 урона всем на дорожке, а также замедляет зомби эффектом от георгины. При получении удобрения теневой горохострел выбрасывает теневую бомбу, радиус поражения которой будет зависеть от количества луноцветов на газоне. Когда цветок один или меньше, горохострел бросит небольшой шарик ближайшего зомби на своей дорожке, который взорвется при попадании, нанося немного урона в радиус одной плитки. Когда цветка два, снаряд становится больше, а радиус поражения возрастает до двух плиток. Когда три и более, в середине лужайки будет создана гигантская улыбающаяся теневая бомба, которая заденет всех зомби на газоне. Независимо от числа цветков, урон ульты на первом уровне равен 500 единицам. Видимых минусов я не нашел. Вот такой вот топ у нас получился. Пиши, что думаешь об этом в комментариях. Подписывайся на канал, телеграм, тикток, яндекс.зен. Всем удачи, пока-пока.